Трава у дома жителям 4-й Меланжевой, как в известной песне, уже даже снится. В кошмарах. Двор зарос настолько, что сорняки выше человеческого роста. Проблема эта здесь уже не первый год. Решалась она два года назад, когда были выборы депутатов. Вот она решилась. Они вот приехали, выкосили и все больше она здесь не решает. Я живу 9-й год в этом районе, она не решается. Жильцы признаются, против зелени под окнами ничего не имели. До тех пор, пока она не стала напоминать чащу. А во дворе гуляют дети. И хоть родители строго-настрого запрещают ребятне забегать в заросли, излюбленная игра мальчишек – прятки. Дети запросто могут провалиться в люке, которых на этой территории немало и их совершенно не видно в траве. В городских джунглях укроется еще одна серьезная угроза – борщевик. В зарослях его не видно, легко можно наткнуться. И даже незначительного контакта достаточно, чтобы заполучить ожог. Местные жители страдали от этого уже неоднократно. Так же вот резали, резали и все обожглись оба, и все обе мы. Кое-кто джунгли использует в своих целях. Жильцы стали замечать, что пакеты с мусором их соседи все чаще до контейнерной площадки не доносят, сбрасывая в траву. Посылает детей, может это даже не взрослое население, посылает детей, они контролируют и просто бросают. Я вот сам несколько раз поднимал эти пакеты, относил на мусор. Засоряются территории. А весной вообще безобразие здесь творилось. Все было засыпано этими пузырьками, бутылками. Ответственные домочадцы, конечно, не дают помойке разрастись. Регулярно организуют уборку. Но терпение уже на пределе. Последней каплей стал недавний случай. В зарослях местные жители нашли тело. Какой-то мужчина здесь, говорит, в траву бросили. А уж как он там сам умер или его убили. Но в траве нашли труп. Это вот трава два метра. Мало ли кто вот из травы выскочит, какой-нибудь дядька пьяный ребенка. Мы боимся просто за наших детей. С этой проблемой первым делом, конечно, жильцы обратились в управляющую компанию. Там их привычно отфутболили в городскую администрацию. В мэрии обратно к управляшке. И так каждый год. Пока люди получают отписки, трава все растет. Жильцам, конечно, не сложно скосить самим. Но ведь это не их работа. Да и инструмент не дешевый. Сегодня с утра пошел мусор выносить. Невозможно было пройти на помойку. Я взял тремер и решил скосить траву на помойке справа и слева. И вот вы наглядный пример сами видите. Трава выше человеческого роста. Здесь у нас борщевик растет постоянно. Я его каждый год скашиваю. И куда ни обращаемся, никто на нас внимания не обращает. Еще одна опасность – пожар. Осенью, когда бурьян высохнет, достаточно одной плохо потушенной спички, чтобы вспыхнул не только сухостой, но и близлежащие дома. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.